Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл беседы Евангелия от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 21 главу. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Господь показывает, что все, что развивается, как развиваются события, это часть его замысла. Для того, чтобы показать ученикам, что его распятие, это не слом его планов, наоборот, он за этим пришел. Это часть его плана. И он показывает в этом случае с ослицей свою власть над всеми событиями, свою способность все предвидеть. «Все сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите, дещере Сионовой, сие царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице молодом осле, сыне подъеремной». Это пророчество, ветхозаветное пророчество, которое говорит о приходе Мессии. Это книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. И он въезжает именно на ослица, потому что ослица — это символ мира, это символ кротости. Конь — это боевое животное. Есть много военных памятников, где восседает такой мощный воин на коне. И не бывает военных памятников, чтобы кто-то сидел на осле, потому что, естественно, осел — это совершенно не боевое животное. Осел — это мирный такой транспорт, на котором люди ездили. Люди мирные, которые ездили по каким-то, может быть, торговым делам. Но ослик, он символизирует мир и символизирует кротость, поскольку воин, сидящий на коне, — это символ насилия. Он тот, кто готов убить своих врагов, он тот, кто и готов растоптать. Он тот, кто правит с высоты седла, откуда он готов своим мечом убить кого угодно. Но ослик — это символ мира, это символ кротости. Ученики пошли и поступили так, как повелел он Иисус. «Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свою одежду по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову, богословен грядущий во имя Господня, осанна вышних». То есть люди встречают Иисуса Христа как Мессию. Они видят в том, что происходит исполнение пророчества. Это действительно исполнение пророчества, хотя глубоко трагично, через какое-то время эти люди будут кричать «Распни, распни его!». Когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили, «Кто сей?». Народ же говорил, «Сей есть Иисус», пророк из Назарета Галилейского. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков из камьи, продающих голубей. И говорил им, написано, мой дом домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Почему это вызвало такое возмущение Господа, что там столы миновщиков из камьи, продающих голубей? Дело в том, что подать на храм должна была приноситься деньгами специальными, на которых не было никаких языческих изображений. И для того, чтобы внести подать на храм, нужно было прийти к минялам и обменять деньги у них. И, естественно, минялы задирали курс. Естественно, минялы на этом наживались. Принести в жертву животное можно было только после того, как его осмотрят при храме служители и скажут, «Да, это хорошее животное, оно без порока, оно подходит». И они легко могли сказать, «Ну, у тебя вот животное, там, такой-то, такой-то порок нашелся». Но, в принципе, не проблема. У нас тут есть отборные уже животные, уже готовые. «Ты только его купи у нас и спокойно его приноси в жертву». Оно сертифицировано, с ним все в порядке. Это тоже способ нажиться. И это и вызвало негодование, и Господь поэтому разогнал всю эту биржу. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят. «И Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей, то устроил их хвалу, и оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь». Господь исцеляет храмых и слепых, и это еще одно указание на ветхозаветные пророчества о приходе Мессии. Потому что это указание, что пришел Мессия, и первосвященники и книжники вознегодовали, видя чудеса. И мы видим их реакцию. Они видят чудеса, вместо того, чтобы уверовать, они предпочитают вознегодовать. И они возмущаются, что люди говорят «Осанна сына Давидову», то есть они приветствуют Иисуса как Мессию. И Господь указывает им на псалом. «Из уст младенцев и грудных детей, то устроил их хвалу». То есть хвалу Богу. И он указывает на себя, как на Бога. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же от тебя впредь плода вовек, и смоковница тотчас засохла». Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. И Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но и если гореть ей скажете «Поднимись и вернись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите». Иногда люди не понимают, о чем речь здесь идет. Какой смысл проклинать смоковницу? В Библии есть традиция таких пророческих действий, которые должны привлечь внимание людей к посланию пророка. Потому что до людей очень трудно достучаться, и нужно им что-то показать, чтобы они поняли. И вот смоковница — это символ, который указывает на вождей народа, на вождей Израиля. И они не принесли Богу должных плодов, и они засохнут. Это такое наглядное пророчество о властях народа Божия и о том, что с ними будет. И Господь говорит о том, что это иссушение смоковницы произошло через веру. Господь говорит, что вы сделаете не только то, что сделано со смоковницей, но если гореться и скажете «Поднимись и вернись в море», будет. Все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Господь призывает к вере и говорит, что через веру христиане будут творить чудеса, и мы знаем, что в церкви эти чудеса совершались. Речь не идет непосредственно о горах и вержении их в море, и речь идет совершенно не о земляных работах, но мы знаем, что, например, весь мир был в итоге обращен ко Христу через проповедь апостолов. Когда же он пришел в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали «Какой властью ты это делаешь?» Или кто дал тебе такую власть? Иисус сказал им в ответ «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью я это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою. Если, скажем, с небес, он скажет нам «Почему же вы не поверили ему?» А если сказать «От человеков боимся народа?» Ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу «Не знаем». И он сказал им «И я вам не скажу, какой властью я это делаю». О чем здесь идет речь? Первосвященники и старейшины пытаются подловить Иисуса. Они пытаются спросить у него «Какой властью ты это делаешь?» И он задает им вопрос «Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Что их интересует в этом вопросе? Не «Как оно было на самом деле?» А «Как им вывернуться?» По существу их не интересует, с небес или от человеков. Истина Божия им не важна. Важно, как нам ответить так, чтобы вывернуться. Если сказать «С небес», он скажет «Почему вы не поверили?» Если сказать «От человеков боимся народа». То есть, как нам дать такой ответ, который будет для нас политически выгоден. Истина их не интересует. И они говорят «Не знаем». Сказал он им «И я вам не скажу, как властью это делаю». Почему? Потому что истина их не интересует. И поэтому он им ее не скажет. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ «Иду, государь, и не пошел, который из них исполнил волю отца». Говорят ему «Первый». Иисус говорит им «Истинно говорю вам, что мы, три будницы, вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему, а мы, три будницы, поверили Ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему». Господь сравнивает фарисеев и книжников с людьми, которые формально говорят Богу «да», но фактически не идут исполнять Его волю. В то время как мы, три будницы, люди, от которых как-то не ожидалось большого богочестия, они поверили Иоанну и поверили Иисусу Христу. Вы слушаете другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградую, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, послал он своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградаре схватил слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарами? Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Виноградник — это библейский образ народа Израиля. И работники виноградники — это духовные вожди народа, книжники, фарисеи, первосвященники, которые должны были заботиться о винограднике и которые должны были приносить Богу угодные ему плоды. Но вместо этого они решили объявить виноградник своим и распоряжаться в нем, как будто они там хозяева, и избавляться от тех, кого посылал хозяин, для того, чтобы объявить своим это наследие. И Господь говорит, что когда придет хозяин виноградника, что он сделает? И ему же говорят, это понятно совершенно, что этих злодеев он предаст злой смерти, и виноградник отдаст другим виноградарям. То есть это кончится падением для этих духовных вождей народа. Это также указывает на такую общечеловеческую уже проблему, не только касающуюся людей того времени, это стремление считать, что наша жизнь принадлежит нам. Мы очень часто не являемся людьми, которые занимают какую-то административную позицию, кем-то командуют, поставлены заботиться о других людях, но в любом случае мы распоряжаемся своей жизнью, считаем, что она принадлежит нам, и человек, когда он сталкивается с божьими посланниками, когда что-то ему указывает, что ты должен предать свою жизнь Богу, он упирается, он говорит, нет, я тут хозяин, это моя жизнь, но это неправда, это не наша жизнь. Наша жизнь принадлежит Богу, и мы должны нашу жизнь покорить Богу. И когда человек не хочет покоряться Богу, в нем возникает это яростное желание отстоять свою самость, и он враждебно реагирует на Божие послания, в любой форме, в какой они могут его достигать. Иисус говорит им, неужели вы никогда не считали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа есть дивно в очах наших, потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. На кого он упадет, того раздавит. И слышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Господь указывает на слова Псалма. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. То есть камень, который необходим для всего строительства, без которого ничего построить нельзя, и строители его безрассудно отвергли. И он указывает на то, что это пророчество о его противниках. Это пророчество о фарисеях и книжниках, и первосвященниках. И реакция фарисеев и первосвященников, она все большее и большее ожесточение. Они не только не хотят покаяться, они стремятся его уничтожить, пытаются его схватить. И только то, что народ его почитает, народ возмутится, если они это сделают, их удерживает. Мы с вами прочитали 21 главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.